Девушки отдыхают Шуня, а ты почему шепчешь? Чтобы их не спугнуть Кого? Буквы Какие буквы? Вон те на доске, которые мы на прошлом уроке не успели повторить А с чего ты взяла, что они... Тише С чего ты взяла, что они тебя боятся? А ты сам прислушайся и поймешь, какие они робкие и пугливые Х, х, тс, 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 тс Точно! Их громко и не скажешь Похоже, что так Здравствуйте, друзья! Ну как, вы готовы начать наш урок? Тише, тихо! А что такое? Тише, Василиса! Наша Шуня, кажется, сделала научное открытие Да, это интересно И что же это за открытие? Мы на прошлом уроке повторяли азбуку, так? Так И дошли почти до самого конца Верно! Нам осталось повторить вот эти буквы А в чем же твое открытие, Шуня? Я поняла, почему эти буквы стоят почти в самом конце азбуки И почему же? Да потому что они очень пугливые Вот послушайте Ф, х, тс, 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 тс Они как будто хотят спрятаться от кого-то И потому такие тихие, такие осторожные Буквы тихие? Ну да! Буквы тихие! А может звуки? Ой, не знаю Тогда давайте вспомним, что такое звук и что такое буква Звуки мы говорим И слышим, они невидимые Верно! Звуки мы произносим и слышим А буквы? А буквы мы видим и пишем Правильно! Буквы и звук обозначаются на бумаге И то, что ты назвала тихими и пугливыми Это звуки А теперь скажите мне Какой буквой обозначается звук Ф? Я знаю, я знаю! Буквой Ф Верно, Зубок А звук Х? Буква Х Правильно! А разве назовешь эту букву пугливой? Нет! Она веселая и шумная Ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Остальные звуки мы как обозначим на письме? Например, звук Ч Звук Ч Буквой Ч А звук Ш Буквой Ш Ну, конечно! А звук Щ Буквой Щ Молодцы! А теперь давайте вспомним, какие слова начинаются на эти буквы На Ф Филин А еще фрукты И фонарик А на Х Хижина Ну, это что такое? Да Хижина Это такой небольшой домик А еще на Х Начинается слово халва Отлично! А на букву С? Цапля и цветок А что у нас на букву Ч? Чашка и чай А на букву Ш? Шоколадка И, наконец, на Щ Щегол Ну, вы сегодня у меня просто молодцы! А посмотрите-ка, друзья мои, что вы тут напридумывали? Что? Из этих слов целая история получается Да! Цапля В Хижине живет А Хилин и Щегол пришли к ней на день рождения В подарок принесли фонарик Ага, и цветок Цапля усадила гостей за стол И принялась угощать Фруктами Не чаю с халвой И шоколадом В Хижине у Цапли Филин и Щегол Пригласила Цапля Все гостей за стол Чай, халва И вафли Фрукты Шоколад Ха-ха! Угощению Цапли Каждый очень рад Погодите-погодите Откуда на столе у Цапли появились вафли? Это слово на букву В Ну, посмотрите Да, но внутри слова есть буква Ф Так что это угощение тоже принимается Итак, дорогие мои ученики Мы с вами добрались почти до конца азбуки Какие же буквы у нас остались? Ой, самые трудные буквы Особенно эти знаки Твердый знак и мягкий знак А какие звуки обозначают эти буквы? Ну, это... А какие? Не пугайтесь, друзья мои Ни твердый знак, ни мягкий знак Сами по себе никакого звука не обозначают Да-да, я вспомнила Твердый знак отделяет гласную букву от согласной И согласная остается твердой Например, в слове Объелся Это филин в гостях у Цапли Объелся халвой Так и запишем А мягкий знак что делает в слове? Смягчает согласную, после которой стоит Например, в слове Спать Ты становится мягкой Все ясно Филин объелся халвой И захотел спать Спать так спать Ура! Мы дошли почти до конца азбуки И вспомнили почти все буквы Мягкий знак и твердый знак Буквы молчаливые Ф, Г, Ц, И, Ч, Ш, Щ Тихие, пугливые Но без них никто не смог Написать друзьям письмо Сегодня вы были просто молодцы А оставшиеся четыре буквы Мы с вами вспомним на следующем уроке До свидания До новых уроков!